И купили свой собственный офис. Смотрите во всех отделениях города. Пробус терять плат. Бизнес и ипотека. Без первоначального эксцесса. От срочков платежа на новый год. То есть, вы догадываетесь, что было под... Я могу сказать, сколько этот стоил ролик. Он стоил меньше 200 тысяч рублей, чтобы вы понимали. И чтобы вы представляете, как было продать идею бизнес-заказчику, который делал вот так вот, и говорил, боже, боже, я об этом не знаю. Но в целом, те клиенты, которые видели, мы старались точечно доводить, оценили и говорили очень-очень круто. Сейчас мы с такими вещами стараемся не сильно экспериментировать, но такой опыт был. И в целом мы не включаем, что он повторится. И мне еще чуть-чуть осталось. А еще мы тоже делали такую игру. Вы ее можете найти в интернете. Мы проводим постоянно, так как мы заботимся о финансовой грамотности наших клиентов, мы и просто там всех тех, кто хочет развивать свой бизнес, мы проводим уроки предпринимательской грамотности в вузах, в школах, просто для взрослых предпринимателей. Там чуточку вопросы, конечно, меняются. Мы вот сделали такую игру, которая у нас скоро будет жить на одном из наших сайтов, которая называется «Круги ада начинающего предпринимателя». Там вот этот мальчонка а-ля Марио проходит по разным кругам ада и сталкивается с теми ошибками, с которыми сталкивается иногда бизнесмен. Бизнесмен, неправильный подбор персонала, закредитованность, еще что-то. Допустим, неправильный подбор персонала, у него один сотрудник превращается в обезьяну с гранатой. Да, вот какие-то такие вещи, она абсолютно интерактивная. Игра я не хочу, всем очень нравится, но имеет такой познавательный эффект. И 2015 год, ну вот, собственно говоря, что он себя представляет. Но, вы знаете, мы верим, так, у меня презентация, да, все, я заканчиваю. Вот, вы знаете, мы видим эффект того, что мы делаем. И в нашем случае, когда я не так давно закончила университет, и нам говорили, боже, боже, пиар-эффект невозможно оценить. Вы должны потратить кучу денег, гораздо больше, чем на пиар-компанию, чтобы посчитать, какой эффект она принесла. Мы считаем, что это не так, и более того, сейчас наш финансовый департамент внимание бьется над вопросом, как переложить пиар-эффект, который мы научились оценивать в деньгах. Я не ошибаюсь, мы умеем оценивать тот пиар, который мы генерием, в деньгах. Есть абсолютно прозрачная матрица. Она устраивает наш финансовый департамент, и когда мы даже отставим, ну, когда, там, если не дай Бог, всплывут вопросы оптимизации, мы можем сказать, сколько у нас сотрудников генерит, одна штатная единица, генерит пиар-полезности в деньгах. Мы это можем сказать, и финансовый департамент думает, как это приложить на чистую прибыль. Я думаю, если бы мои преподаватели узнали, вообще, над какой проблемой бьются в промсвязьбанке, они бы, мягко говоря, удивились. И иногда наши какие-то мероприятия приносят конкретные сделки, да, просто от повышения уровня впечатленности, что ли, клиента. Ну, это какие-то моменты с наших мероприятий. В заключение я хотела сказать, что я очень-очень люблю бег, любила его недавно, и люблю бегать на длинные дистанции, да, там, вот я сейчас, допустим, в воскресенье бегу первый раз в жизни 42 километра в Вене. И есть еще один очень знаменитый любитель бега, Харука Мураками. Вы его все наверняка знаете, у него есть книга, когда, о чем я говорю, когда я говорю о беге. И вот в пиаре, как и в беге, самое главное, это не скорость и не расстояние, самое главное, это регулярность. Ты никогда не пробежишь хорошо марафон, если ты не будешь бегать хотя бы по чуть-чуть, но каждый-каждый день. И когда вы делаете пиар, когда мы все делаем пиар, мы должны понимать, что вот мы выходим из офиса, и мы пиар нашей компании. И если мы об этом будем забывать, у нас никогда ничего не получится. Даже если мы один раз проведем и просто шикарную тренировку. Марафон и в итоге не пробежим. Спасибо. Спасибо большое. Хотела бы предоставить дальше слово Надежде Денисовой. Она является директором по маркетингу компании МИК Кредит. И мы поговорим о мотивационной программе лояльности для клиентов МФО. Рассмотрим успешные кейсы. Всем добрый вечер. Я являюсь директором маркетинговой компании МИК Кредит. Два слова о компании. Мы на сегодняшний день входим в трое крупнейших микрофинансовых организаций в России. Занимаем второе место после домашних денег. У нас самая широкая сеть офисов по всей России. Мы присутствуем во всех городах-миллионниках. Наши миссии мы оказываем финансовую помощь простым людям. Основные комментарии, что наши ценности, это безусловно ответственное кредитование, постоянная атмосфера энтузиазма. Работает команда талантливых людей. На сегодняшний момент МИК Кредит включает беззалоговые займы на сумму от 3 до 30 тысяч рублей новым клиентам и до 80 тысяч рублей лояльным клиентам, о чем мы в последующем с вами поговорим. Мы входим в финансовую корпорацию «Открытие». Это наш основной инвестор на сегодняшний момент. Нам в прошлом году был повышен рейтинг до уровня АА-. По итогам 2014 года наш кредитный портфель превысил 1,6 миллиардов рублей. Всего выдано 383 тысячи займов на общую сумму более 10 миллиардов. На сегодняшний момент, по итогам 2014 года, мы показали самую высокую динамику прироста по микрофинансированию не займов до зарплаты, а все-таки займов со средним чеком 25-30 тысяч рублей. Кто наши клиенты? Наверное, те же самые люди, что и клиенты любой стандартной микрофинансовой организации. Сразу замечу, что наша бизнес-модель значительно отличается от, допустим, бизнес-модели лидера рынка домашних денег. У нас сеть офисов, которые расположены по всей территории России. Мы большинство клиентов привлекаем через интернет, это больше 80%. Дальше клиент совершает звонок в контакт-центр, либо ему перезванивает контакт-центр. Идет обработка заявки, моментальный споринг. Буквально месяц назад мы запустили онлайн-анкету, который показал значительно хорошие результаты и дала очень сильную экономию бюджетов. И дальше клиента приглашают в офис, где уже происходит непосредственная идентификация этого клиента и происходит выдача займов. Основной заемщик преимущественно женщины в возрасте от 36 до 42 лет. Средний доход нашего клиента 35 тысяч рублей. Основные мотиваторы заимствования, безусловно, повседневные расходы, ремонт квартиры и дома. В основном заемщиками являются работники сферы услуг. Служащие сейчас, так как больше стало заявок через онлайн, и мы видим положительный тренд, у нас сейчас качество заемщиков изменяется. И большее количество заемщиков приходит из банковских, в том числе банковских заемщиков. Мы активно развиваем сейчас работу с крупнейшими банками и работаем, наверное, с основными розничными банками на постоянной основе с точки зрения покупки их отказных заявок и фондирования. Какова наша стратегия? Вообще наша бизнес-модель выстроена исходя из того, что мы начинаем зарабатывать на повторных клиентах. То есть на тех клиентах, которые берут второй, третий и последующий займы. Для нас новый клиент убыточен. Это изначально заложенные принципы, стратегии бизнес-модель. Поэтому, безусловно, в текущей ситуации нашего рынка мы все прекрасно понимаем, что большинство банков закручивают свои скоринговые модели. Мы делаем ставку на повторных клиентов, развиваем этот портфель. Если сказать о структуре нашей клиентской базы, то она примерно представлена на слайдах. У нас есть повторные клиенты, у нас есть клиенты новые, это маркетинг. И у нас есть деление на активные продажи и агентские продажи. Активные продажи – это, как правило, продажи по рекомендациям. То есть, когда клиент кого-то рекомендует, и дальше финансовые консультанты совершают обзвон, ну и, соответственно, совершается продажа. Агентские продажи – это принцип привлечения агентов, это дублирование по факту лидогенерации, только личные продажи, не через интернет. На сегодняшний момент в структуре нашей клиентской базы повторные клиенты занимают 44%. Это те клиенты, которые имеют второй и более займ. На сегодняшний момент мы понимаем, что основные… Почему люди к нам приходят, да? Почему люди берут второй, третий, четвертый, пятый займ? Безусловно, мы их мотивируем на это. Мы… Сейчас я позже чуть-чуть расскажу по поводу специальных программ мотивации, но очевидно, что если им первый раз понравилось обслуживание, если у них не возникло никаких проблем с получением первого займа, то наши клиенты, они в основном все-таки ленивые люди, они привязаны к одному финансовому консультанту, если им понравилась девушка, которая выдала их, хорошо их обслужила, то, безусловно, скорее всего, они вернутся. Больше всего новых клиентов у нас конвертятся в лояльных, безусловно, в Центральном федеральном округе, они лизируют…